Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Эта фраза звучит в культовом фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. А в день освобождения Одессы мы решили вспомнить одесситов, которые рисковали своей жизнью и прятали в своих квартирах евреев во время Второй мировой. Всегда считалось, что у каждого настоящего одессита большое сердце. Это особенно проявляется в минуты опасности, когда смерть нависает над ближними. В период оккупации люди помогали друг другу и прятали у себя в потайных комнатах, на чердаках и в погребах соседей и просто знакомых. В газетах и книгах часто пишут о таких известных одесских праведниках, как народный артист Украины Генрих Асташевский и доктор наук Евгений Шевалев. Но большинство имен, увы, остаются под пеленой истории. Кто-то отдал жизнь, спасая других, о ком-то даже не успели сообщить. Одесская область в границах 1941 года немножко другая, чем сегодня. Сюда входила часть Николаевская тогдашняя область, Кировоградская и так далее. Поэтому, если мы говорим за Одесскую область в границах 1941 года, это более 200 человек. Более 200 человек, которые получили высокое звание праведники народов мира. Сейчас остается еще одна женщина. Сейчас есть еще одна женщина, которой 96 лет, которая спасала еврейское население в нашем городе. Елена Квитко работает детским библиотекарем и собирает семейный архив. Она нам показала документы, фотографии и рассказала о своем дедушке Тимофее Харитонове. В начале войны он не смог эвакуироваться с семьей из-за инфаркта, поэтому всю оккупацию провел в Одессе. Его сын Владимир Харитонов был призван в Красную армию и погиб в боях под Ясентуками. А Тимофей Тимофеевич с супругой готовил пирожные. К ним домой часто приходили румыны, но они и не подозревали, что в потайной комнате находятся евреи. В этой квартире семью Брейбуртов Тимофей Тимофей Тимофеевич прятал от фашистов. Здесь находилась семья, а дальше в глухой комнате проживали... Он прятал Иосифа, Наталью и Валентину, их дочку маленькую, вот в этой комнате. Сюда забегался большой шкаф, и этот проход виден не был. А семья находилась в этой комнате, и если какая-то опасность, то вот в этом стенном шкафу, полок здесь не было, в этом стенном шкафу здесь были двери, и они тогда находились здесь. И тут семья находилась, ну, значительное время до тех пор, пока не была возможность проводить их в катакомбы. О подвиге прапрадеда знают даже дети. Для них это уже семейная гордость. Он прятал в этом шкафу людей, потом их забирали в убежище, которое о безопасности. А кого прятали здесь? Евреев. От кого? От нацистов. Мы очень им гордимся. И очень его любим. Тимофея Харитонова внесли в список праведников мира благодаря тому, что спасенная Валентина Брейдбурд, которая во время войны была еще ребенком, написала о нем в своей книге. Она письменно связывалась с детьми своего спасителя и приезжала в Одессу. Семья Брейдбурд, потом их дочка, на сегодняшний день она гражданка Израиля. Она написала моей маме с просьбой прислать ей материалы об этой истории, чтобы она опубликовала это в книге. Как раз она работала, ее муж работал на книге «Сталинские репрессии в годы войны». И вот ее письма на маме писала и опубликовала в одесских газетах сюжет у своей мамы, которая как раз здесь вот пряталась. Ее мама была коренная одесситка, это картины ее одесских художников. Вот сама эта Валентина, она возлагает цветы. На данный момент официально известно о 2650 праведниках мира, которые проживали на территории Украины. На Украине сегодня более 2650 человек, по данным Ядвашем. Конечно, мы понимаем, что этих людей намного больше, потому что одно из условий присвоения этого звания – это спасенный должен заявить о спасителе. А спасенные могли быть потом дальше погибнуть, могли умереть в советское время, могли эмигрировать и даже об этом не знать. Поэтому условно мы говорим, что это более 2650 человек, и это четвертое место в мире после Польши, Голландии и Франции. Жертвами геноцида во время Великой Отечественной стали более 6 миллионов евреев. Об этой трагедии снято множество фильмов. «Пианист» Роман Аполанский, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, список Шиндлера, Стивена Спилберга и множество других. Почтить память погибших сегодня можно в сквере «Жертв Холокоста» на Прохоровской. Там находится и аллея праведников. Мы сейчас с вами находимся в Прохоровском сквере, который был создан более 20 лет назад одесситом, адвокатом, почетным гражданом города Одессы Яковом Маньевичем и Одесской региональной ассоциацией евреев, бывших узников гетто и концлагерей. Здесь, вы видите, находится камень символической дороги смерти, когда отсюда евреев отправляли до маневка Богдановка, от мечетка и аллеи праведникам. Березы, таблички в честь каждого человека, который спасал евреев. Мы планируем, наверное, уже в следующем году, к сожалению, с этими событиями перевести этот комплекс в порядок совместно с городом, чтобы сохранялась память об этих людях и о всех, кто погиб более в достойном виде. 11 апреля 1945 года был освобожден концлагерь в Бухенвальде. Именно этот день стал днем памяти жертв, узников гетто, тех, кого не успели спрятать от врага, праведники мира. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал Репортер.